Здравствуйте, меня зовут Наталья, это мой канал Моя Американская История. Ребят, продолжаем подробно разбирать часто обсуждаемые пункты в анкете DV лотереи. Сегодня мы поговорим о детях. Итак, согласно инструкции, в пункте номер 14 в лотереи вам нужно будет указать количество детей. Вы должны указать всех своих несостоящих в браке детей в возрасте до 21 года, независимо от места их проживания и намерения эмигрировать в США. Исключение заставляют только дети, граждане или постоянные жители США. Просто напишите цифры и количество детей. Если детей нет, оставьте это поле пустым. Если вы на момент заполнения анкеты беременны, то указываете или ноль детей, или если у вас один есть, а другим вы беременны, вы там пишите, соответственно, один. То есть нерожденный ребенок не указывается. При выигрыше вы его добавите в DS-260, и день его рождения будет доказательством того, что в момент подачи заявки он еще не был рожден. Теперь, ребят, примеры. А вашему ребенку 18 лет, но он состоит в браке. Значит, вы не указываете, так как условия указания до 21, плюс он не должен быть в браке. Второй пример. Вашему ребенку 21 год, и он не в браке. Вы его не указываете, потому что он старше того возраста, когда можно указывать. Третий вариант. Вашему ребенку 20 лет или меньше, и он не в браке. Вы указываете его. Если у вашей супруги, супруга, есть родные дети до 21 года от предыдущего брака, вы также должны их указать в своей анкете. У законы супруги, окей, не у сожительницы и не у сожителя, а у законы супруги, то есть супруг, супруга, это те люди, с которыми мы расписаны в ЗАГСе. Но приемных детей, супруги или супруга, указывать не нужно. Их указывает только сам заявитель в своей анкете. Далее. Данные о детях. В анкете должны быть указаны фамилия, имя, дата и место рождения всех детей, которым не исполнился 21 год и которые не женаты, даже если они не проживают с вами, а также, независимо от того, собираются ли они эмигрировать вместе с вами. Приложите к заявлению индивидуальную фотографию каждого ребенка, отвечающую тем же техническим требованиям, что и ваша фотография. Я о фотографии более подробно говорила в своем видео, я прикреплю ссылку. Теперь. Очень внимательно. В анкеты должны быть включены. Первое. Все биологические дети ваши или ваших супругов. Второе. Все дети, усыновленные или удочеренные вами в законном порядке. И третье. Ребят. Незамужные, неженаты, пасынки и падчерицы, которым не исполнился 21 год, даже если вы более не состоите в законном браке с родителем ребенка и если ребенок в настоящее время не проживает с вами и или не будет эмигрировать с вами. Ребят, вот первый имеет смысл, да, ваши биологические дети. Второй, в принципе, тоже тех, кого вы усыновили. Но вот третий пункт, он настолько вот глуп и бессмысленный, но, к сожалению, это правило и им надо следовать. То есть, пример, вы, например, мужчина женился, например, на мне, а у меня дочь от первого брака. Потом вы ее не усыновляли, ничего. Потом вы со мной развелись. Может, меня лет 10 не видели. И все такое. И вы, моего ребенка, должны вписать. Это глупость. Это такая глупость. Потому что такие дети, да, вы женились и замуж вышли на человеке, за человека, у которого уже были дети от предыдущего брака. А потом вы с этим человеком развелись. Эти дети, в принципе, вам вообще никто, если вы их не усыновляли, не удочеряли. И вы при этом должны их вписывать. Бред. Ну, если есть такая ситуация, да, что вы развелись с таким человеком, у которого были дети от предыдущего брака, и вы там с ними сколько там лет не виделись, вы даже не знаете, где этот человек есть, вы ничего о нем не знаете, ничего не знаете о детях. Нет никакой возможности ни фотографий получить, ни вообще узнать информацию об этих людях. Я, это неправильно, конечно, лучше указать, то есть нужно указать. Но если вы не укажете, я не думаю, что это где-то всплывет, потому что вы, в принципе, нигде не указываете потом тех жен, мужей и детей, да, тех жен и мужей, с которыми вы развелись, и их детей. Насколько я помню, вы нигде больше не указываете их. Думайте сами, решайте сами. Окей? Дальше. Дети, которые состоят в браке, и дети, которым уже исполнился 21 год и более, не подпадают под критерии отбора для визы ДВ. Однако, акт о защите детей в определенных обстоятельствах защищают право на иммиграцию детей старше 21 года. В случае, если заявление по программе ДВ было подано до того, как вашему несостоящему в браке ребенку исполнился 21 год, процесс одобрения визы может быть таким же, как для детей, не достигших 21 года. Например, вы заполняете анкету 3 октября, и вашему ребенку 20 лет. 4 октября ему исполняется 21. Все нормально, вы проходите. Ребенок может идти с вами, потому что в день, когда вы заполняли анкету, ему еще было 20 лет. Детей, имеющих гражданство США или статус постоянного жителя, Гринкарту, включать в ДВ анкету не нужно, так как они не могут участвовать в ДВ программе. Однако, в случае, если полный список всех детей, имеющих право на ДВ визы, не будет представлен, главный заявитель окажется дисквалифицированным, и всем членам семьи будет отказано в визах. Ну и загранпаспорт, когда вы заполняете заявку, для детей не нужен, только для главного заявителя. Так что, вот так, ребят, нужно указывать абсолютно всех детей. И третий пункт, конечно, где пасынков падчерец от жены мужей, с которым вы уже развелись, нужно указывать. Это, конечно, бред, но правило есть правило. Вот, если вы кого-то не укажете, то это может быть причиной дисквалификации. Здесь я все детально и понятно объяснила. Спасибо большое за внимание и пока!